Решим задачу статики в системе MAPLE. Начинаем решение с команды обнуления регистров. Restart. Потом вносим данные. Допустим, я вношу рисунок, который заранее нарисовал в пейнте. Это у меня рисунок условий задачи, состоящий в том, что имеется одна пластина, имеется один уголок, они соединены стержнями, имеются здесь заданные силы F, P, пара. Известно, что опирается система здесь на неподвижный шарнир, здесь на вертикальный стержень, здесь на горизонтальный стержень. Сдача стоит в том, чтобы найти реакцию этих стержней, то есть фактически 4 числа. Здесь 2 числа, здесь 1 вертикальная реакция, здесь горизонтальная реакция. Составляем уравнение равновесия. Но, чтобы составить уравнение равновесия, сначала надо эту же конструкцию нарисовать, но уже с действующими силами. Итак, отбрасываем внешние связи. Действие связи заменяем силами. Здесь x, y, y, b, x, e. И для этих сил, действующих на уже свободное тело, мы записываем уравнение равновесия. Самое рациональное здесь, наверное, начинать с уравнения моментов относительно точки А. Тогда войдет только из неизвестных x, а остальные просто приходят через эту точку. Обозначим это уравнение ковыщей на 1. И записываем. xc умноженное на 1, это будет переменная, которую мы будем искать, минус p. p под этом зададим, можно было, конечно, раньше задать. Минус f. f известная величина. И косинус альфа умножаем на 3. Плюс m. Равно 0, можно не писать, автоматически это будет 0. Значит, поясним. Относительно точки А, xc, вот это xc, вот плечо 1. Сила p, вот линия действия, вот точка, вот плечо 2. У силы f имеется две компоненты. f на косинус альфа, который вращает по часовой стрелке, поэтому знак минус. и плечо 3 относительно точки А. f на синус альфа, она ничего не вращает, она просто проходит через точку А. Момента на плечо уже не имеет, это уже произвенит сил на плечо. Получилось первое уравнение. Вот, кстати, оно уже и вырисовалось. Если бы написал здесь двоеточие, то она все равно система этого уравнения проглотила бы, но на экраны бы ничего не давала. Это дело вкуса. Можно так писать, можно так. Вернемся. Пускай она изображает. Эквейшн 2. Сумма моментов для всей системы в целом относительно точки B. Ну, это нечто вроде оксимметрии, получается, относительно неизвестных. Ключо здесь будет побольше у силы f на косинус. Здесь 3 и здесь еще 1 относительно точки B будет на 4. В том момент он всегда будет относительно любой точке будет с одним и тем же знаком. Вот получилось второе уравнение. Очевидно, чтобы найти остальные неизвестные, систему все-таки придется разбивать на части. Но нажмем Enter. Вот у нас второе уравнение. Вот вставили сюда разбиение системы на части. При разбиении возникает усилие S1-S2 вместо разрезанных стержней. Вот стержни режем, заменяем усилием. Причем на одну часть в одну сторону, на другую часть в предположную сторону. S1-S2 в разные стороны. S2 и здесь S2 тоже в разные стороны. Таким образом, мы должны записать уравнение равновесия для каждой из этих частей. Конечно, можно проекции писать, моментов. Но если прямо напрашивается относительно точки N, то создается сумма моментов. Если S1 и S2 не войдут, они нам, собственно, не нужны. Они будут так вмешаться. Итак, получается Equation 3. Это будет минус xA умноженный на 1. Минус yA умноженный на 1. Плюс m. Он всегда будет с плюсом. Минус f умноженный на косинус альфа умноженный на 4. Плюс f умноженный на синус альфа умноженный на 1. от относительной точки на синус альфон будет с плюсом, с этим плечом, плечом на 1. Ну, вроде все взяли. Еще раз проверим. Y взяли, XA взяли, F взяли, момент взяли. Все, можно поставить точку запятой, нажать Enter и переходить к следующему уравнению. Следующее уравнение, очевидно, это такое же уравнение, но до правой части, относительной точки N. Составляем сумму моментов. Equation 4, последнее уравнение. Всего 4 неизвестных, 4 уравнения. Но это будет YB, вот на этой плече, с минусом. Минус YB умноженное на 1 и минус P умноженное на 1. Счастливые случаи, здесь у нас все силы проходят через точку N и уравнение получается простое. Теперь осталось эту систему уравнений решить. Что мы сейчас и сделаем. Для этого есть очень удобный оператор Solve. и здесь надо перечислить все уравнения. Equation 1, Equation 2, Equation 3, Equation 4. В фигурных скобках это специально говорится. Потом в фигурных же скобках пишем, что мы ищем. А ищем мы X, Y, это в точке A. Потом у нас имеется YB и XC. Больше у нас переменных искомых нет. Все остальные у нас заданы. Но система, если все хорошо, должна решить. Если где-то мы ошиблись, то она просто ничего не выдаст. Пустую строчку. Но она выдала. Но правда выдала в таком виде, в общем, в аналитическом, что называется. Нам хотелось бы числа. Наверняка там в этой издаче были даны числа. Сейчас мы их внесем и выполним. Решение, но уже с числом. Это можно сделать двумя путями. Либо вот в это уравнение подставить специальный оператор SAPS. А можно с самого начала было задать вернемся туда. С самого начала задать числа. Значит, чтобы новую строчку я с помощью клавиши left вот сюда ставлю курсор, нажимаю Enter, возникает новая строчка, куда можно внести данные. Итак, данные следующие по условию задачи. Это фактически условия задачи, которые задним числом вошу. 15 кН дано было F. P было 4 кН, но кН мы не пишем. На самом деле в МЭПе-то есть такая возможность. Мы их просто сейчас не пользуемся. 36. И задан косинус альфа. Можно писать бы косинус альфа и так далее. Но я написал просто кос А равняется 0,8. Конечно, там по ходу дела и синус возникает, поэтому мы уже посчитаем в уме это. Синус альфа очевидно 0,6. Ну, а теперь все прочитаем. Тут есть две возможности. Вот здесь вот есть три восклицательных знака, тогда сразу все прочитают автоматически. А можно, кажется, нажимать антер, это любопытно будет, что будет. Ну, это так мы сделаем. Но рекомендуется все-таки начинать с рестарта. Вот если нажмешь три восклицательных знака, то уже гарантированно все будет правильно. А если вручную, то извольте начинать с рестарта. Нажимаем написала равно типичная ошибка. И поэтому в квечном написала плюс М, как будто она М не знает. Она знает, просто мы неловко ее вставили. Вставим. Ну, и теперь, конечно, пересчитывать все заново надо. Гоним назад. Нажимаем Enter. Или сюда. Это уже дело допровольное. Так. А сразу получается, кстати, решение X получается 8. X минус 20. Это в уме видно, да? Ну, здесь, конечно, не видно, но вот готовое решение. Это и есть решение задачи.